Привет, братцы! Этот день настал, это топ фильмов года, который в этот раз мы решили сделать по объективной формуле, по формуле от худшего к лучшему. То есть список будет основан не на моем или чьем-то еще мнении, а на статистике, которую мы вынимаем из вот этой формулы, если вы подписчик, вы ее знаете. Но не переживайте, мой личный список лучших фильмов года, а также список любого из нашей четверки, вы узнаете на большом разговоре по лучшим фильмам года, который выйдет в середине января, мы его вот совсем скоро записываем. Так что ждите, ну а сегодня хоть список и не наш, мнение исключительно наше, и по такому случаю мы решили сделать топ-20 фильмов года, а не топ-10. Правда, говорить будем покороче, ну потому что не хочется как с историями года застрять. Минут на 35-40, сколько они там вышли, прости господи. Меня зовут Петр, поехали! Вован, ты сейчас никаких странных звуков на заставке не слышал? В смысле? Ну звук какой-то как будто из коридора странный. Ну давай сейчас проверь. Ну ты пока записывай, время не теряй. 20 место лучших фильмов года. Человек-паук вдали от дома. Противоречивый фильм, многие им остались недовольны, но не я. Да, тут все еще довольно примитивный сюжет, но по сравнению с первой частью прогресс огромный. Персонажи поинтереснее, конфликт помасштабнее, локации покруче и хороший юмор, удачно сбалансирован. Экшен тоже неплохой, разве что Мистерио можно было использовать и получше. Злодей, конечно, заметно уступает в проработке стервятнику из предыдущей части, но Джилленхолл тащит на харизме, так что стабильно качественная планка Марвел здесь выдержана. Хоть кино и не прыгает выше головы, блин, Вован, че там за звуки, а? Я видео как бы тут пытаюсь писать. Петь, там где-то... короче... Я понял, да, хорошая актерка. Че там, давай, новый чемпион от Рейда, скидки на ей каталоге, охреневший принт от всех Майкру. Вован, Вован, Вован. А теперь поговорим о действительно хорошем кино на 20-м месте. Кино, которое смело можно назвать... опасным. Делит 20-е место с Человеком-пауком Доктор Сон. Продолжение «Сияния» рассказывает о судьбе мальчика Дэнни, сбежавшего из проклятого отеля Оверлук. Это одновременно и максимально ностальгическое кино с кучей отсылок, и совершенно новая история в другом сеттинге и даже в другом жанре. При этом режиссер Майк Флэнниган, ответственный за призраков дома на холме, нашел классный баланс. Кино способно порадовать и приятными главными героями, и отличными злодеями, и интересным сюжетом. Причем последний сделан действительно блестяще. Доктор Сон одновременно продолжает и книгу «Сияния», и фильм «Сияния». А их сюжеты довольно сильно отличаются. И создателям пришлось покрутиться, чтобы свести концы с концами. И у них получилось. Позитивно отреагировали и фанаты книги, и фанаты фильма. Юэн Макгрегор хорош, и его приятно видеть в большом кино. Ребекка Фергюсон просто великолепна, а ужастиковая составляющая довольно лояльная к простому зрителю. Скримеров и жестяка почти нет. Голосуйте за доктора сна. Кандидат от народа. Только не говорите Кате, что мы хвалим этот фильм, а то она будет в ярости. Вам всем тут, пи***ец. 19 место. Give me liberty. Про этот фильм я рассказывала в топе лучших фильмов года, который вы пропустили, и который можно посмотреть, кликнув вот сюда. Инди-драма с элементами комедии с мизерным бюджетом, рассказывающая о русских эмигрантах в Америке, поставленная русским эмигрантом в Америке. Кино маленькое, но вы наверняка видели немного таких историй, особенно про соотечественников. Так что попробуйте, все-таки 19 место топа фильмов года. И пусть вас не смущает, что это авторская вещь из разряда не для таких, как Владимир. Что за ужас тут творится? 18 место. Как приручить дракона 3. Так, я отжимаю это место, чтобы рассказать про действительно нормальные фильмы. Продолжение обожаемого зрителями «Как приручить дракона» уже третья часть, а создатели все еще никак не могут слиться. Конечно, планка качества пониже, чем у первой части, но не ниже второй. И это все еще добрая история и для детей, и для взрослых. Что произошло? Почему у меня ощущение, как будто по мне ходили три человека? Ты посмеялся надо мной, Вавюррой? Тук-тук. Петь, ты что, головой ударился? Знаешь, что ты получишь, если совместить ведущего, отыгравшего три дубля с падением в обморок, и человека, посмеявшегося над ним? Держись. Ты получишь то, что заслужил! Эти критики, они мне отвратительные. Обложили один из лучших фильмов года по какому-то надуманному поводу, да так, что он съехал в середину второго десятка. Но ничего, скоро я до них доберусь, и они узнают, что мы живем в обществе. Петь, ну фильм и правда довольно скучный, да и посыл там какой-то мутный. И ты мне тоже отвратителен, Макарюр Рэй. Тук-тук! Джокер один из главных фильмов года и последних лет. Первый серьезный комикс-драма, в котором ставка не на экшен, которого вообще почти нет, а на психологию и личные переживания человека. Социальный посыл, атмосфера и гениальный Хаакин Феникс. Как минимум за это он достоин был быть в первой пятерке, а то и первым, но у критиков было свое мнение на этот счет. Восстановим справедливость на большом разговоре. Если Петя догонит Макара, то, может быть, и нет. Соснадцатое место. Арахисовый сокол. Еще один проект из пропущенных вами фильмов. Небольшой, очень душевный роуд-муви про странную компашку из Шайла Баффа, Дакоты Джонсон и Зака Гадзагера, актера с синдромом Дауна, играющего персонажа с таким же отклонением. Веселая и оптимистичная история, идущая всего полтора часа. Наверняка фаворит домашнего просмотра в следующем году. Пятнадцатое место. Однажды в Голливуде. Новый фильм легендарного Квентина Тарантино, оказавшийся многим неблизким, а многими непонятым. И именно невысокие зрительские баллы оставили его вне топ-10. У нас на канале он все-таки по большей части пришел совсем по вкусу, а потому обязательно ждите обсуждения на большом разговоре. Ну а с баллами все понятно. Тарантино снял непривычно медленный и мало событийный фильм об эпохе. Здесь много стиля, много деталей и невероятная атмосфера, но смотреть его вполне может быть скучновато, особенно если вы не фанат такого кино и совершенно не ориентируетесь в контексте. Не слышали про Чарли Мэнсона и Шерон Тейт, например. Если же вы почему-то еще не смотрели, но ориентируетесь и настроены на тягучее кино, то кайф вам обеспечен. Здесь великолепный Ди Каприо и Пит, божественный саундтрек, масса отличного юмора и тонны отсылок. И, конечно, крутейшая огненная концовка. И, кстати, братцы, год заканчивается 2019 и скоро сменится 2020. Это значит, что время дарить подарки. И мы хотели попросить у вас один небольшой. Мы думаем, вам несложно. Мы весь год работали, в последний месяц вообще чуть не умерли. Старались сделать как можно больше крутых видео и хотели попросить у вас одно небольшое одолжение. Пожалуйста, проскрольте вниз чуть-чуть вот под видео и посмотрите. Если вы не подписаны на канал, если кнопка подписки красная, нажмите на нее, чтобы она стала серой. Ну и там на колокольчик можете жмакнуть, потому что, ну, многие смотрят без подписки, это расстраивает. А большего новогоднего подарка нам от вас и не надо. Ну а мы сейчас пойдем вслед за маэстро и сделаем с сюжетной веткой этого видео то же самое, что сделал Тарантино в однажды в Голливуде с историей. 14 место. Зеленая книга. Победитель Оскара 2019 и просто душевное доброе кино про двух совершенно разных людей. Отправляющихся в непростой путь, в процессе которого они проникаются друг к другу и начинают переосмысливать свои взгляды. Да, главная тема фильма — расизм, но это пример того, как можно снять кино про актуальную повестку ненатужно и доступно для зрителя. Кино стал хитом по всему миру и заехал даже в 100 лучших фильмов кинопоиска. Правда, критики ругались, чем и занизили бал, но чего они понимают, да? Да, потому что Вига Мортенсен и Махершала Али нереально крутые, и фильм можно смотреть ради хотя бы одной химии. 13 место. Фаворитка. Но есть и еще актеры, ради чьей химии стоит смотреть кино. Главный актерский фильм в этом году — Фаворитка. Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Оливия Колман под руководством Йоргоса Лантимаса выдают потрясающий перформанс, твистовый, напряженный и очень драматичный. Сама Фаворитка, как и всегда у Лантимаса, очень жесткая смесь жанров. Здесь есть уморительно смешная комедия, которая перебивается настоящей трагедией. Здесь есть и чертовские странные сцены, на которые не пошел бы ни один нормальный режиссер в мире, но только не этот парень. И в целом это действительно мощная история об одном из лучших персонажей года. Глубоко несчастной и обаятельной королеве, слишком слабой, чтобы править, из-за чего бесконечно манипулируемой. Двенадцатое место. Боль и слава. Авторский хит этого года... Катюх, я, конечно, понимаю, слава это круто и все такое. Но ты уже полчаса на тыпчик стоишь. Твоя боль-то не стоит. Ну ладно. Авторский хит этого года новый фильм Педро Альмадовара с Антонио Бандерасом получил крепкие баллы от зрителей и просто заоблачные от критиков. 92 с половиной. Третье место среди всех. Кино называет лучшей ролью Бандераса. Он здесь играет стареющего режиссера в творческом кризисе. И это, конечно же, сильно основано на жизни самого Альмадовара. В каком-то смысле это его исповедь. Настоящий рай для фанатов авторского кино. Одиннадцатое место. Прощай. Я не успел посмотреть. Я дропнул на середине. Мне не очень зашло. В общем, ребят, это китайский фильм про то, как семья узнала, что их бабушка скоро скончается. И они решили собраться все вместе попрощаться. Только бабушка не знает, что это прощание. И думает, что это свадьба одного из героев. Критики в восторге, зрители по сдержанию. Такие дела. Пойду спрячь куда-нибудь подальше. Кто ее вынес из подсобки? Мы, наконец-то, дошли до десятки. И теперь никаких объявлений мест заранее. Теперь по классике на десятом месте. История игрушек 4. Черт возьми, я доволен, потому что, в конце концов, именно я ее воздвиг на первое место в нашем рейтинге обзоров за год. И хоть с тех пор чуть-чуть отошел, это все равно было классное приключение обожаемых героев. Да, не все получилось ровно. Некоторых персонажей пришлось задвинуть на второй план из-за сконцентрированности конфликта. Но Pixar не подвели фанатов. Четвертая часть все еще очень душевная и мощная история о дружбе, любви и преданности. А в этот раз еще и об экзистенциальном кризисе и воспитании. Картинка на своем привычном божественном уровне, шутки на месте, злодей довольно необычный. Короче, что еще нужно для счастья? История игрушек 4 один из лучших мультфильмов года. Да и фильмов, в общем, тоже. Девятое место. Приготовьтесь к разрыву самой чувствительной точки организма. Здесь Мстители Финал. Напоминаю, рейтинг составлен не на основе нашего мнения. Можно понять тех, кто требовал от нас Мстителей в топе разочарования. И тех, кто сейчас забомбит в комментариях. Мстители действительно могли быть гораздо лучше. Получилось, конечно, тоже неплохо, но после Войны Бесконечности это была очевидная просадка. Линия с путешествиями во времени, неровный конфликт и резко изменившийся Танос. Все это объяснимо, но, безусловно, может расстроить. Хотя мы не склонны здесь этот фильм ругать. В конце концов, в нем куча наших любимых героев, множество крепких сцен и отличного фан-сервиса. Так что это кино абсолютно точно может принести вам удовольствие. Может и не выше предыдущих фильмов, но где-то на уровне с ними. А благодарить за такой подвоз нужно АМДБ. Там какой-то дикий восторг. Восьмерка и здесь внезапно Капернаум. Один из лучших фильмов года, по моему мнению. Тяжелейшая драма о жизни детей нищих на Ближнем Востоке. Кино, ошеломляющее своим жестоким реализмом и депрессивностью. Это не сахарный миллионер из трущоб, не какой-нибудь классический Оливер Твиз. Это режущая глаз правды современности, которую многие предпочитают игнорировать. Как, вероятно, проигнорируют и этот фильм, хотя он строго обязателен к просмотру тем, кто считает, что в жизни слишком много проблем. Поверьте, немного. Седьмое место. Клаус. Просто потрясающий новогодний мультфильм от Нетфликса, который вы обязаны посмотреть в эти праздники. Петь, вообще-то я хотел рассказать про Клауса. Нет, я расскажу про Клауса. Моё! Ламповый, смешной, душевный и действительно праздничный. Клаус — это новая классика. Мультфильм, который мы будем показывать своим детям, а не своим. По факту, это буквально оригин Санта-Клауса, написанный через историю другого персонажа, почтальона Джеспера. Конечно, это насквозь классическая история. Она идет всего полтора часа, и вы буквально наперед знаете, что будет происходить. Но тут и подключается магия кино. Как бы вы не предсказывали, что будет дальше, это все равно случается, и пробивает вас на нужные эмоции. Колоритные злодеи и не менее колоритные добряки. Простые, но работающие конфликты. Короче, это ходячее пособие, как заставить работать базовую структуру фильма. Вся прелесть классики. А еще мультфильм прорисован в олдскульном 2D формате, и это тоже добавляет необычайной ламповости. У Клауса высший зрительский рейтинг среди всех фильмов года, кроме одного — Джокера, но баллы критиков оставили его всего лишь седьмым. Шестое место. И давайте хором достать ножи! Извините, это очень громкая шутка, и если вы не слушали нашу подкаст, вы не в курсе, откуда она пришла, поэтому послушайте их, у вас есть все возможности по ссылке в описании. Детектив в замкнутом пространстве, старик, от которого осталось огромное наследство, мертв, и полиция ничего не выявила, но в дело вмешивается частный детектив в исполнении Дэниела Крейга, и начинается жара. Да, сумасшедший актерский состав, Анна Де Армас, дающая лучшую роль в карьере, Крис Эванс, Майкл Шеннон, Джейми Ликертис, Тони Коллетт, Кристофер Пламер, перечислять можно до утра, а главное, на этом плюсы не заканчиваются. Сюжет способен преподнести далеко не один сюрприз, действие постоянно сворачивает в новом направлении, и совсем скоро становится понятно, что это уже не та классическая история, которую можно было предсказать. Плюс ко всему тут отличный монтаж и гениальная работа костюмеров и художников-постановщиков. Екатерина! Ну и режиссура Райана Джонсона здесь высот, петли времени, а не дна последних джедаев, так что на выходе вышел один из лучших развлекательных фильмов года, если не лучший. На пятом месте фильм приведший восторг и критиков, и зрителей, кроме двух зануд с киноогонь. Форд против Феррари. Гоночный фильм, который всех поразил своим драйвом. У создателей мало того, что отлично вышло показать гонки, и зрители буквально вжимались в кресло в особенно напряженные моменты, так еще все это приправлено отличной игрой Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона. Визуал просто отличный, картинка не дает усомниться в качестве проекта, а ко всему прочему создатели еще очень вовремя дают зрителя отдохнуть посредством классных шуток. У меня в зале смеялись чуть ли не больше, чем на некоторых комедиях, ну и само собой, гонки в кино уже давно не показывали так притягательно. На четвертом месте самый высоко забравшийся фильм из уже упоминавшегося топа «Портрет девушки в огне». Кино выбило неплохие оценки зрителей и просто гигантские критиков. 96 из 100 и четвертое место топа. Это камерная история о сложных судьбах двух девушек во Франции 18 века. Художница рисует портрет девушки для свадьбы по расчету, а в процессе они сближаются, затем влюбляются, и это приводит к довольно драматичным поворотам, настолько мощным, что жюри Каннского фестиваля отдало создателям награду за лучший сценарий. Несмотря на то, что сама история не кажется такой масштабной, она покоряет своей искренностью и честностью. Авторы не кричат о свободной любви или наоборот, что такая любовь невозможна. Они просто рассказывают историю двух девушек, судьба которых никогда не была простой, но они чувствуют поддержку друг друга, которую они хотели бы сохранить. Игра главных героинь настолько захватывает, что зритель ощущает весь спектр эмоций. Авторы показывают, что любовь – это очень сложное чувство, и актрисы показывают это. Они выражают гораздо больше, чем просто радость, ненависть, сомнение или отчаяние. А мы переходим к призовой тройке, которую уже практически целиком расписывают критики, потому что они выставляют этим фильмом, у которых оценки зрительские не то чтобы выше, чем у других, за облачные баллы под сотню. И тут с дистанции сходит он, ирландец. Долгострой Мартина Скорсезе, выпущенный Нетфликсом, огромная трех с половиной часовая разговорная драма о мафии и подноготной жизни Америки 60-х с шикарным кастом. Де Ниро, Пеши, Пачино, Кейтель, Джесси Племонс? Конечно, это очень тягучее кино, и оно совершенно точно не для всех. Но его погружающая атмосфера и невероятный последний час, где Скорсезе уходит в доселе не исследованной в гангстерском кино темы – это вышка. Казалось, что режиссеру уже нечего сказать в этом жанре, но он вернулся и в очередной раз доказал, что все еще в форме и даже скрыто задисил собственные ранние картины. У нас был большой обзор на ирландца с Владимиром, вот здесь также у нас был большой подкаст, в котором Макар поподкалывал ирландца за некоторые недостатки, ну и мы еще на большом разговоре обязательно замесимся, так что, в принципе, вы можете послушать про ирландца в тех трех источниках побольше, а мы едем дальше. Второе место – еще один фильм от Нетфликса, который получил крепкие зрительские баллы и какие-то сумасшедшие баллы от критиков. Тут брачная история. Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон выдают очень мощный перформанс, весь фильм, по сути, держится именно на этих двоих. Они играют супружескую пару, в жизни которой уже прошла любовь, и дело идет к мучительному разводу. Ситуацию усложняет то, что персонаж Скарлетт Йоханссон решает переехать в другой город и забрать с собой ребенка. В итоге от начальных договоренностей о мирном разводе не остается ничего, и они нанимают самых жестких адвокатов, готовых грязно работать, чтобы получить опеку над ребенком себе. На меня большое впечатление произвело то, как режиссер и сценарист фильма Ноа Баумбак передал семейный кризис на экраны. Тут сразу очевидно, что он сам прошел через все это, и передает пережитые эмоции зрителям посредством этого фильма. Ну и перед первым местом быстро упомянем российские фильмы года, у которых просто не было шанса попасть в этот топ, потому что у них нет оценок на метакритике и томатах, но они, тем не менее, довольно неплохие. Хотя вру, у одного был шанс, это фильм «Дылда» Кантемира Балагова, но он из-за маленьких зрительских оценок не пролез в основную двадцатку, хотя в первых двадцати пяти он бы был. Мы же отметим два главных проекта года, по нашему мнению, «Завод» Юрия Быкова и «Текст» Клима Шипенко. Первый традиционная для Быкова социальная драма, только в этот раз завернутая в пару слоев зрелищного триллера с парой неплохих перестрелок, не всеми оцененная. Ну и да, у фильма есть недостатки, это признает даже сам режиссер, но, по нашему ощущению, достоинства определенно перевешивают. Так что, как минимум, просмотра это кино достойно. «Текст» Кино примерно того же пошиба. Недорогой триллер с жесткой социальной повесткой, классными актерскими работами, только здесь более цельный и закрученный сюжет с более необычным современным концептом. И лица по попсове, так что его можно смелее советовать к просмотру, если у вас нет проблем со сценами секса в кино, потому что, ну, мало ли. Оба фильма сочетают в себе жанровое и авторское, и оба очень круто сделаны технически, ну а дальнейшее обсуждение отложим на большой разговор. Оно там будет, это я вам гарантирую. Так, так, ну и первое место топа, какая-то корейская дрянь, не заслуживающая даже места в сотнике, на уровне бабушки легкого поведения, говнопаразиты. Подождите, ребят, это фигня, вам не надо, подождите, это не мой текст, это не мой текст, я его не писал, мне его подкинули. Пора на пенсию, мы попробуем нового ведущего. Блестящая работа, лучшая образовательная кино года, корейская драма «Паразиты». История о семье бедняков, которая обманом и, можно сказать, силой выбивает себе работу в доме богатой семьи, многожанровая, непредсказуемая, свежая, уморительная и напряжённая. И это далеко не всё, что можно про паразитов сказать. Кино умудрилось сбалансировать огромное количество авторских деталей и мотивов с простым и понятным для зрителей сюжетом, с кучей твистов, юмором и сумасшедшим финалом. Я посмотрел его позже, чем Владимир, Екатерина и Макар... Что? Упс, теперь очередь по ножовщине получается. Паразиты победили в Каннах. Как минимум, это уже должно было пророчить неистовый восторг критиков, но и зрителям кино даётся тоже вполне легко и наверняка в ближайшем будущем ему светит статус новой классики. Объективная же формула завела его на первое место топа фильмов 2019 года. Посмотрим, что с ним будет на большом разговоре. В общем, ребята... Ой, наверное, громко. В общем, ребята, это был топ фильмов года. Это был год с кино Огонь. Он заканчивается. Надеемся, вам понравилось. Что нам есть кому сказать в конце? Кроме того, чтобы, ну, там, лайкайте, подписывайтесь, все дела. Екатерина, что ты можешь сказать? Желаем побольше хорошего кино в новом году. Чтобы у вас было очень много времени смотреть наше видео, нескончаемый поток видео. И донатиться нам на Патреоне. Не будет нескончаемого потока видео, я чуть не сдох. Я чуть не сдох. Что теперь? Нет. Будем умирать каждый год. Всё, как Вест. 10 видео в год. Всё. Я знаю, что будет. Нескончаемый поток подкастов. В этом мы точно молодцы. Мы выдерживаем ритм. Стараемся, во всяком случае. Да? Мы выдерживаем ритм. Когда последний подкаст уходил, Макар? И главное, чтобы было больше опасного кино в новом году. Я не говорю о себе. Я говорю просто о хороших фильмах ужасов. Фильмах ужасов. Я надеюсь, что они будут. Перед этим топом я тебе сказал. Не давай никаких вещей. Я не сказал. Да конечно, я понял. Говорю о себе. Не говорю. Или говорю. Может и говорю. Гадайте. С подписчиком, Макар. Я желаю, чтобы они оставались с нами. Счастья, любви, здоровья. Да. Любовь. Спасят мир. Да. Главное, чтобы было хорошее кино, как уже говорил Екатерина. А всё остальное мы устроим. Да. Да. Или вы устроите сами. С Новым годом, ребята. Время волшебства. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Веселивый праздник. Я перепутал слова, да. Веселивый праздник. Пойте сам ударил. Пусть.